Вся наша усталость, она концентрируется именно в этой области. Лифтинг-массаж, лимфодренажный массаж. Встаешь с кушетки и сразу же молодое лицо. Ботокс будет стоять дольше. Для поддержания сияния вырабатывается коллаген. Ксиамин будет держать лучше. Массаж, взаимодействие рук. Зачем нам пластические хирурги? Есть врачебная косметология, а есть эстетическая. В первом случае врач-косметолог с помощью инъекций, иголок, ниток и каких-то аппаратов делает нас красивыми. А во втором случае косметолог-эстетист щадящим образом с помощью волшебных рук и волшебной профессиональной косметики добивается того же самого эффекта. И сегодня о щадящих методиках омоложения мы говорим с косметологом-эстетистом Дарьей Клюкиной. Дарья, первый вопрос такой. Какова целевая аудитория именно вот такого специалиста, как вы? Кто приходит на процедуры? В первую очередь это люди, которые не любят таких серьезных изменений, серьезных вмешательств, глубоких вмешательств, резких. Кто боится противопоказаний и, возможно, каких-то побочных эффектов. И кто нацелен на здоровое поддержание, постепенно на здоровое поддержание красоты и здоровья. А бывают такие случаи, когда по состоянию здоровья пациент должен сделать перерыв в радикальных методах и прийти к вам? Да, конечно. Вообще на самом деле эстетическая косметология это скорее подготовительный этап к врачебной косметологии. Если мы хотим сделать себе процедуру ботокса или укол эксиамина, то имеет смысл сначала с помощью методик массажа расслабить наши мышцы, снять гипертонус, привести их в нормальное состояние и только потом на нормализованную мышечную ткань накладывать вещества. То есть получается, что эти две системы, они друг другу не противоречат, а только дополняют? Да, они идут рука об руку, дополняя друг друга. В этом случае мы можем предложить такие программы, как лифтинг массаж, лимфодренажный массаж, направленный на нормализацию лимфотока, кровотока. Для женщин с усталым типом старения. Чудесная методика сплэш массажа для тех, у кого мелкоморщинистый тип старения. Это уникальная авторская методика. Даже вот массаж тела, он от разных болезней может избавить человека. А что касается массажа лица, каких можно добиваться эффектов? Ну, в современном мире, когда у нас стрессы накладываются, перенапряжение, массаж тела, мы чувствуем у себя расслабление однозначно. Но лицо мы никогда не трогаем. Когда мы закалываем что-то, мы наоборот придаем статику, застой. Наша лимфатическая система, она становится как болото. И массаж лица, он способствует улучшению цвета лица. Вырабатывается коллаген. Лимфоток усиливается, кровоток усиливается. Подтягивается овал. То есть мы придаем четкость овала. Это эффект мгновенный, да, встаешь с кушетки и сразу же молодое лицо. А у вас есть такая методика, как процедура на выход, когда что-то делается перед важным событием? Да, конечно. У нас есть чудесный сплэш лифтинг массаж. Это массаж, который делается до предплечья. То есть это не только кистями работает мастер. Задействуются все группы мышц единовременно. То есть не так, что мы прорабатываем один подбородок. Мы прорабатываем подбородок, прорабатываем зону декольте. То есть все наши ткани наполняются. Мы получаем мгновенный лифтинг и сияние. Вся наша усталость, она концентрируется именно в этой области. Таким методикам, как бутулинотерапия, не противоречит? Способствует выведению. Выведению препарата, да, так же, как бани, сауны. Действительно. Но если этот курс проделать до, то наоборот, ботокс будет стоять дольше. Ксиамин будет держать лучше. А если говорить о системе посещения косметолога и статиста, вы за курсовые какие-то программы или за разовые? Или вообще как это все рекомендуете делать своим постоянным пациентам? Ну, вообще, конечно, курс массажа, мы это знаем по массажу по телу, чтобы видеть максимальный эффект, нужен курс. А пластические все методики, более интенсивные, они делаются два раза в неделю максимум. Если есть противопоказания, то есть слишком тонкая кожа раз в неделю. Классический массаж, это, в принципе, расслабляющая процедура. То есть если был нервный день и хочется снять усталость с лица, то велкам. Поддержание всего эффекта – это раз в 7-10 дней. Опять же, если это усталый тип старения, то раз в неделю, потому что это отечность. И если это мелкоморщинистый тип старения, то для выработки коллагена, для поддержания сияния раз в 10 дней достаточно. Ну и еще, я так поняла, вам в помощь не только руки и ваши знания, но еще и профессиональная косметика, да. Чем она отличается от того, что мы сейчас можем в интернете заказать или в магазине купить? Профессиональная косметика, в первую очередь, это высокая концентрация полезных веществ. Это максимально гипоаллергенно. Это подбирается по типу профессиональным специалистам. Глубокое очищение, глубокое увлажнение – все это профессиональное. Сыворотки моментального действия, которые также хорошо на выход, а сыворотки глубокого действия – это те продукты, которые не имеет смысла использовать ежедневно. Их можно использовать раз в неделю. Поэтому профессиональный уход в салоне, на профессиональной косметике – необходимая процедура. А можно так сказать, что если регулярно посещать систематически косметолога-эстетиста, то также не понадобится пластический хирург или какие-то другие вмешательства? Да, конечно. Эстетическая косметология – это медленная красота. Массаж, взаимодействие рук – это всегда внутренняя гармонизация внутреннего состояния. А если человек прекрасен внутри и снаружи, то зачем нам пластические хирурги? Эстетическая косметология, она в каком-то смысле поддерживает существующий сегодня тренд на экологичность и натуральность. Ну, не говоря о том, что прекрасно подходит тем, кто подвергается стрессам, а значит всем, ну и тем, кто по тем или иным причинам боится более радикального вмешательства.